Кировская детская филармония – это концертный зал, где юные музыканты могут показать свои таланты публике. И именно здесь проходят сольные концерты стипендиатов Управления культуры города Кирова. Особенно волнительно выступать впервые. Так, первый сольный концерт состоялся у Варвары Воинолович, ученицы детской музыкальной школы «Фольклорная». Варвара пришла в школу искусств «Фольклорная» три года назад. Ее педагог Ольга Степановна Вараксина сразу поняла, что у ребенка есть, как говорится, божья искра. И что самое главное – желание учиться. За три года занятий они подготовили программу сольного концерта, в которой произведения Баха, Бетховена, Шопена и других композиторов. Кроме этого Варвара и сама сочиняет музыку. В прошлом году она приняла участие сразу в двух конкурсах юных композиторов. Дети такие, без сомнения, бывают довольно редко. Как развить этот талант? Это трудолюбие. Прежде всего, и хорошие педагоги, которые знают, каким целям, каким вершинам привести таких детей. Мы желаем успехов от всего коллектива этому юному дарованию. Мы очень гордимся тем, что эта девочка обучается в стенах детской школы искусств «Фольклорная». Варвара еще и поет. Она участница фольклорного коллектива «Сударушка». Народные песни звучали во втором отделении концерта. Поддержать юные даровани собрались родственники и друзья семьи. Но с волнением справиться было непросто. Мне кажется, со стрессом просто никогда мне не справиться. Надо всегда знать, что ты сможешь играть, ты умеешь играть и петь умеешь. Все хорошо у тебя получится. Спасибо всем своим педагогам. Конечно, они подготовили меня к такому торжественному мероприятию. Спасибо Ольге Степановне, Татьяне Петровне, Ольге Васильевне. Я их очень всех люблю. Музыка для Варвары – важная часть жизни. В будущем она мечтает окончить Московскую консерваторию и стать преподавателем по классу фортепиано. Юлия Шалаева, Анастасия Войнолович, Валерий Никулин. Вести. Кировская область.